Миллиард юаней. Именно столько власти Китая готовы потратить на борьбу с новым опасным вирусом. Это почти 145 миллионов долларов. Административные меры уже принимают город Тухань, откуда и стало распространяться новое заболевание. Наконец закрыт. Между тем число умерших уже составляет 26 человек. Заболели почти 900. За ситуацией следит наш обозреватель Алина Гребнева. Алина, какая последняя информация? Новые случаи, к сожалению, продолжают фиксироваться и за пределами Китая. Например, прямо сейчас подозревают новую вирус сразу двух человек в Испании, двух туристов проверяют в Финляндии. Из российских аэропортов периодически поступают сообщения о том, что госпитализируют людей с подозрением на ОРВИ, но в России пока случаев подтвержденных нет. Что же происходит в самом Ухане? Эти кадры сегодня распространило агентство Associated Press. Это улицы китайского города, довольно пустынные. Однако нельзя сказать, что Ухань превратился в такой город-призрак. Люди есть и на улицах, и в магазинах. Периодически появляются сообщения о том, что в Ухане дефицит продуктов. Но сейчас мы увидим кадры из одного из магазинов и поймем, что в некоторых из супермаркетов все-таки проблем с едой нет. Ну а врачи из города Ухань попросили о помощи. Не хватает масок, респираторов, защитных очков и так далее. Сразу 8 больниц города опубликовали соответствующее объявление, чтобы общественность по мере возможности помогла в сборе этих средств защиты. Сотрудники больниц Ухани на условиях анонимности рассказали изданию Paper CN, что имеющихся запасов этих защитных средств хватит только на 3-5 дней. Более того, по словам медиков, количество больных растет с каждым днем, и эпидемиологическая ситуация очень тяжелая. В то же время по китайскому телевидению сообщили о том, что в пригороде Ухани начали экстренно строить новый госпиталь на тысячу мест. Строительство должны завершить 3 февраля. Сейчас вы видите, как строительная техника начала разравнивать будущую площадку, где должна появиться больница. Ну чем живут простые люди в этом осажденном городе? И вообще, что думают о ситуации и сами китайцы, и иностранцы, которые оказались в КНР. Сейчас у нас будет такая серия видеосвидетельств от разных людей из разных мест. И первая из них – это женщина, которая отправилась на рынок в самом Ухане. Сложившаяся ситуация вызывает панику. Посмотрите, многие прилавки действительно пусты. Осталось мало продуктов. Но люди еще пытаются что-то купить. Везде пусто, невероятно. Мне удивительно видеть этот когда-то оживленный рынок таким. Еще два дня назад он не был таким пустым. Один из иностранцев записал небольшое видео тоже из Ухани. И он посетовал на то, что действительно ситуация чрезвычайная. Но все усугубляется тем, что и погода в Ухане довольно депрессивная. Сейчас я в отеле. Сегодня 24 января. Большой праздник в Китае. Китайский Новый год. Но празднование отменили, поэтому здесь ничего не происходит. Никого нигде нет. Кажется, что отель абсолютно пустой. Весь персонал носит маски. А это вид из нашего номера с балкона. Это Ухань. Погода очень плохая. Это довольно депрессивно. Дождь и туман. И я не вижу ни одного человека на улице. И машин нет. В нескольких часах езды от Уханя расположен город Луань. Там живет наша соотечественница. Вот Анастасия Купянская рассказала, что происходит там. Все в масочках ходят. Водитель обрабатывает все дезинфицирующим раствором. Так что вроде не так страшно все. Все обрабатывает. Это вот в общественном транспорте. Все делают. Сама я тоже в маске, как и все здесь. И пользуюсь перчатками, чтобы лишний раз не прикасаться. Это одна из самых оживленных улиц у меня в городе. Почти все закрыто. Лишь пару заведений работает. Люди ходят. В основном старшее поколение без масок. Только молодые ходят с масками. Машин мало. Почти все закрыто. Закрыто все по причине того, что вот конкретно сейчас, канун Нового года. И на улицах вот девушка в маске. Вот парень без маски. Поэтому. Видите, это круглосуточный магазин. Поэтому он будет работать всегда. Hi. Все есть. Еда, вода и всякая чепуха. Все в наличии. Сотрудники, они работают в масках. Потому что работают с людьми. Вот так. Ой, маска-то спала. Сейчас послушаем еще одного очевидца. Это уже блогер Алексей Розенов. Он пытается из Шенчжэня сам себя эвакуировать во Вьетнам. И вот почему. Ребята, введем свой репортаж со скоростного поезда. Пытаемся добраться какими-то максимально безопасными путями до границы с Вьетнамом. Хотя бы с Вьетнамом. Хотя мы вообще туда не планировали ехать. Потому что что-то распространяется. Зараза очень быстрая. Как вы можете наблюдать. Здесь все сидят в масках. Хотя это VIP-зона. Все в масках. Все друг друга шугаются. Кто-то один чихнел полвагона, может выбежать. То есть тут такая история. Периодически ходят полицейские. Вот вы можете наблюдать. Если кто-то не понравился, сразу же приставляют голове термометр. Заставляют мерить. Если что-то не так, то могут и спокойно высадить на первой же остановочке. Так что здесь довольно-таки все накалено. Респиратор еле-еле нашел у русских. Здесь в местной русской диаспоре. Так найти вообще респиратор не придется ни в одной опеке. Ну и последнее видео из Гуанчжоу. Конечно, поражает вот этот контраст. С одной стороны Новый год праздник. А с другой особый контроль за здоровьем граждан. Вход в магазин. Смотрите, стоят люди и специально мерят температуру. Каждого проверяют. Даже водитель автобуса в маске. Вот такая картина. Алина, спасибо. Алина Гребнева, наш международный обозреватель, следит за ситуацией с коронавирусом в Китае. Тему номер один во всех мировых СМИ продолжаем обсуждать с нашим коллегой Сергеем Красновым. Сейчас он работает в студии Серебряного дождя в программе «Вечерний РБК». И прямо сейчас выходит с нами на прямую связь. «Вечерний РБК» с Сергеем Красновым. Ну вот, собственно, и начинается наш телерадиомост. Телефон прямого эфира 730-101, код Москвы 495. Но прежде чем звонить, послушайте вопрос, который нам сейчас адресует Елена Кочемасова, моя коллега и ведущая телеканала РБК проекта «Что это значит?». Лена, добрый вечер, приветствую. Да, привет, Сереж. Ну вот если раздувают, значит, кому-нибудь это нужно. Пару дней назад настроения в основном были такие у слушателей Серебряного дождя. Скепсисы, подозрения, что что-то нечисто с этой шумихой вокруг нового вируса. Но число инфицированных растет, от инфекции уже лихорадят фондовые рынки. На ушах погранслужбы и Минздравы всех стран. Как теперь оценивают ситуацию? Давайте мы дождемся телефона Возвонка 730-101, код Москвы 495. А вот, собственно, и он. Здравствуйте, добрый вечер. Вы, к сожалению, только что сорвался. Мы дождемся следующего. Я пока зачитаю сообщение, коих тоже много. Здравствуйте. По поводу коронавируса в Китае. Что такое для Китая 27 человек в контексте защиты от санкций США? Через некоторое время мы, возможно, услышим об успехах китайцев в борьбе с так называемым вирусом. Падение железного занавеса и национализация американских и иных предприятий китайцев не остановят. Тесты на экспресс-диагностику есть пока только в Китае. А скорость диагностики – это важнейший фактор при заражении. Так как вирус размножается в легких, а не в верхних дыхательных путях. Написал нам Станислав из Пятигорска. Что делать? Не паниковать, чаще мыть руки, маску носить в общественных местах, не забывать менять, ну и не слушать шарлатанов. Здравый смысл еще никто при этом не отменял. Лично меня больше всего волнует проблема в нашей стране. Думаю, истерия по поводу вируса слишком раздута. Есть и такое мнение. И есть интереснейшая статистика, которую наш слушатель не поленился набрать. Я вижу, что у нас есть телефонный звонок. Давайте сначала послушаем слушателя, а потом зачитаем сообщение. Здравствуйте, добрый вечер. Алло. Да, вы в эфире. Здравствуйте. Да, кстати, тут еще, знаете, в чем проблема? Просто вот это уже не первая пандемия в Китае, но у них не принято закрывать рот и нос, когда они чихают или кашляют. Мне кажется, вот это мировое сообщество и китайские власти должны вот на это в первую очередь обратить внимание. Я просто как обыватель, вот мы были в Китае осенью, мы очень удивились. Они все в телефонах, им руки все заняты в телефонах или там в каких-то личных вещах. И они чихают и кашляют постоянно, вообще-то на транспорте, в магазине, везде. И не то, что в локоть чихнуть, они руку даже не подносят, понимаете? Поэтому я считаю, что в первую очередь китайские власти должны разъяснять, как предохраняется, чтобы люди понимали, как вирус передается. Вот так, мне кажется, они даже это не видели. Чтобы думали не только о себе. Но это, видимо, зашито в генетическом коде, это, видимо, есть какая-то ментальность. Я тоже на это обращал внимание, кстати. Спасибо вам большое, что обратили наше внимание на это. Так вот, Лена, обещано...